Итак, я рада приветствовать вас. Мы с вами сегодня будем в теме «Один день из жизни успешного менеджера». Менеджер я подразумеваю руководителя, даже топ-менеджера, потому что основной посыл, который я сегодня хочу вам дать, это как воспитать эффективного руководителя. То есть, когда под тобой, когда ты уже управляешь управленцами. Знаете, долго думала, с чего бы начать. Видео, я думаю, многие видели. На самом деле, есть такая детская игра «Испорченный телефон». И сейчас повсеместно на всех тренингах стали делать, когда испорченный телефон, когда показывают какую-то фигуру, когда показывают некие действия. И потом по цепочке это дело передают. Очень забавно, когда показывают одно, а через, например, 20 человек это кардинально вообще другое. И основная, в общем-то, проблема воспитания руководителя – это потери информации. Потому что, когда ты сверху, и тебе нужно управлять уже руководящим звеном, есть очень большой риск, что этот человек будет через свою парадигму это пропускать. И она может не сходиться с вашей. Вот то, о чем я хочу сегодня поговорить с вами. Для этого у нас есть 45 минут. Итак, я представлюсь. Зовут меня Шульга Елена Александровна, ведущий преподаватель Центра Специалистов. Веду на сегодняшний момент порядка 36 программ. В основном это три направления. Первое – это все, что касается менеджмента. То есть это от руководителя структурного подразделения до курса генеральный директор. Весь soft skills. Сегодня у нас целый день были эффективные переговоры. Совсем недавно это было ораторское мастерство. И так далее. Все, что касается коммуникации. Поскольку для руководителя коммуникация – это наше все. И третий блок – это обучение взрослых людей, сертификционная программа, тренинг для тренировок. Я вас попрошу, когда у вас будут вопросы, если они будут, задавать их уже в конце, чтобы мы сначала прошли весь контекст, который я подготовила, а потом уже будет работа с вопросами. Итак, чем я могу быть интересна, помимо того, что я преподаватель, я действующий руководитель, и поэтому один день из жизни менеджера для меня – это, в общем-то, не теория, не какая-то написанная книга. Это написанная книга в моем ежедневнике, уж простите. Поскольку есть действующие бизнесы, где я в оперативном управлении, и, естественно, есть те люди, которыми нужно управлять. И поскольку преподавание – это хобби, мне нужно уметь прекрасно делегировать, причем руководящему составу подо мной, чтобы они, в общем-то, доносили именно то, что я хотела изначально. Итак, задач поставила не так много, поскольку у нас времени мало. Какими компетенциями должен обладать успешный топ-менеджер, да, и как результат, как результативно взаимодействовать со звездами, со звездами-руководителями и не потерять их. Так, зачастую у нас звезда – это не в смысле «звездил», звезда – это в смысле с хорошими результатами, это сильные руководители под вами. Далеко не все могут управлять такими людьми и далеко не все могут их зарекрутировать даже. Попробуй, возьми человека сильнее себя, это всегда страх. А вдруг ты его возьмешь, а он тебе подсидит. Ну, так по-честному, были такие вариации? Так страшно? Ну, на самом деле, да, если он сильнее тебя, компетентнее тебя, и это заметит вышестоящее руководство, риск такой есть. Я сейчас не говорю о топ-менеджерах-владельцах бизнеса, там несколько другая ситуация от тебя. И то, там тоже есть риск. Он тебе не подсидит, а, например, уведет тебя этот бизнес. Такое тоже может быть, да, риски такие есть. Итак, давайте посмотрим, в общем-то, как воспитать эффективного руководителя. Вот есть вариации какие-то, на чего ты хочешь. Вы на самом деле правы. Как воспитать эффективного руководителя? Первое правило – начните с себя. Вы знаете, я всегда пример здесь привожу с воспитанием детей. Вот представьте, вы решили своего ребенка научить кушать ножом и вилкой, пользоваться ножом и вилкой. При этом вы сами берете и кушаете, не знаю, со сковородки ложь. А ребенку говорите, что нужно с тарелочки кушать ножом и вилкой. Получится у вас такое обучение? Не очень. Сомнительно. Сомнительно. Вот на самом деле, когда все, что касается варианта воспитать, я не очень люблю слово воспитать, потому что для меня это все-таки, ну, мы же не про детский сад говорим, да, это даже не дети. Но так или иначе у нас в обиходе есть такое слово. Так вот, начните с себя. Какой вы – такие люди под вами. Такие люди вокруг вас. Подобное притягивает подобное. Если вы необязательны, под вами будут такие же необязательные люди. Если вы не умеете мотивировать, зачастую вы подбираете именно таких людей, которые похожи на вас. Потому что есть такое понятие, как симпатия. Самая большая ошибка, что мы действительно ошибаемся в рекрутинге, потому что если вы добились, как руководители, нечто большого, каких-то высот, вы хвалите себя? Ну, вот если вас назначили на высокопоставленную какую-то позицию. Хвалите себя? Собственное эго. Собственное эго, конечно. Я вот теперь. Да, я молодец. И на самом деле, вот я молодец, значит, если я возьму такого же, как я, он тоже будет молодец. Это большая ошибка. Потому что любой руководитель, кто мне скажет, базовые функции менеджера. Коллеги, можете включаться тоже. Планирование. Планирование, организация, мотивация и контроль. Четыре функции классического менеджмента. Это планирование, организация, мотивация и контроль. И ученые доказали, что из этих четырех функций только две функции вы можете, в общем-то, с радостью, с удовольствием выполнять. Еще две будут проседать. Проседать в каком ключе? Не значит, что вы не можете научиться. Можно этому научиться, но вам это не будет приносить удовлетворение. Ну, я вот на себе, по себе, я, например, хорошо знаю, что я люблю планировать, я люблю мотивировать. Это то, что у меня хорошо получается. А вот функцию контроля максимально стараюсь передать кому-то. То есть, если я под собой возьму, как руководитель, руководителя, у которого будет дубль «Я», мы завалим весь контроль. То есть, нельзя брать такого же как. Поэтому все начинается с самого первого, с рекрутинга. Мы должны брать себе не дубль, мы должны брать себе, вот как пазл, да, вот когда мы складываем пазлы, они должны сойтись. Это должна быть целостная картинка. У любого руководителя, вы должны понимать, вы не просто исполнители берете, руководители большие, достаточно серьезные функции. И мы сегодня разберем, да, какие компетенции должны быть. Обязательно обращайте на это внимание. Поэтому начинайте с себя, воспитывайте себя сначала, да, а потом уже будут под вами те люди, которые будут достойны. Итак, давайте мы разберемся, какие компетенции топ-менеджера, руководящего состава, высшего, например, или миддл уровня, среднего, должны быть. Хочу начать с лидерства. Объясню, почему. Вы знаете, в первую очередь, если говорить про лидерство, то это как руководитель топовых позиций, это как капитан бизнеса. Это человек, который должен быть уверен в себе. Это человек, который способен оперативно решать вопросы. И еще это человек, который должен быть гарантом успеха. То есть за этим человеком должны пойти, пойти люди без каких-либо сомнений. Вы вот в своей жизни, когда сомневаетесь в ком-то, пойдете за этим человеком? Вряд ли. Конечно, вряд ли. Поэтому вы должны быть уверены, да, что этот человек приведет тебя к тому, к чему ты захочешь. И вот здесь важный момент, что руководящий состав очень часто делает ошибку, например, миддл уровня, среднего уровня, что просто передают ту информацию, которую сказал, например, еще вышестоящий менеджмент. Просто передают. Но не вкладывают в эту речь ничего собственного, ну, с какой-то мотивационной, например, программой. То есть есть какой-то приказ, они передали этот приказ, ну, под роспись распишитесь и все. И тогда очень большой вопрос ниже стоящего руководителя, а зачем ты нужен миддл уровень? Если ты просто приказанным, ну, вот, передаешь, который подписан генеральным директором. Никакой добавленной стоимости ты не даешь. И на самом деле для миддл уровня непросто вести лидерство, потому что ты не можешь же увести вне компании, да, то есть неправильно, если тебе компания платит деньги, ты должен нести ту политику партии, которую транслирует компания. При этом, вот, руководитель-лидер, он развивает эту мысль, он ее совершенствует, он ее переводит на тот язык, который более понятен для ниже стоящего уровня. Вы должны понимать, что вверху это один язык, там про стратегию, вверху я имею в виду, там, учредители, там, генеральные директоры, да, и так далее. На среднем уровне это уже свой язык, несколько включен в оперативную. И еще, это еще проще. Так, и если, да, коллеги, звуки у себя выключайте, пожалуйста, то мешает. Еще очень важный момент, что у любого руководителя важный такой пункт, это стратегическое мышление. Эта компетенция руководителя на сегодняшний момент ценится как никогда. Она проявляется в чем? В нестандартном подходе, к склонности, к декомпозиции. То есть, именно верхний уровень менеджмента должен очень легко понимать, как это все принести вниз и передать это ниже стоящему руководителю на понятном языке. Очень важный момент, что про стратегию у нас в России, к сожалению, очень-очень плохо это дело развито. По простой причине, что, когда я спрашиваю, есть ли у вас стратегические какие-то цели и задачи, есть ли вообще стратегия, она мне говорит, да, я говорю, на сколько лет, мне говорят, год. Ребята, это не стратегия. Стратегия – это более долгосрочный период, 15-30 лет. Я мало компаний вижу, где руководители топовых позиций мыслят стратегически. Даже если вы мидоуровня, спросите у своих боссов про стратегию, куда вы движетесь, ради чего, то, чем вы занимаетесь. Это кому-то нужно. Знаете, когда я разрабатываю систему сбалансированных показателей, KPI, в курсе или в консалтинге, и я регулярно сталкиваюсь именно с этим. Вы, как руководители, забываете про стратегию. В основном все оперативка, оперативка, оперативка. Когда вы выращиваете под собой уже руководителей, у вас не исполнители, не забывайте про это. Это существенная разница. Если ниже стоящий руководитель не понимает стратегической задачи, он не понимает, он не может сам как лидер выступать. Ну куда ему вести? Он просто, вы управляете, по сути, не руководителями, а простыми исполнителями, просто по задачам. Ты сделай вот это, вот это, вот это. А ради чего, для чего, не говорят. Это нужно переносить. Как только переносятся вот эти ценности, тогда гораздо проще продвигаться ниже стоящему руководителю. Вообще, мидл уровень, знаете, я люблю называть, так метафорично, вот руководителей среднего и высшего звена, я бы их назвала такими серыми кардиналами в оперативке. Потому что, чтобы вырастить под собой хорошего руководителя, а тем более, если у вас уже звезда, чтобы сохранить, вы не должны бросаться на амбразуру. Вы должны посредством коучинга, например, посредством личных бесед давать возможность вырасти под собой этому руководителю. Ни в коем случае не давать при его подчиненных обратную связь, негативную. Потому что вы сразу же просто перекроете его авторитет напрочь. И вот если говорить про стратегическое мышление, на сегодняшний момент, например, компании, которые входят в топ-20 Forbes, практически все выбирают руководителей по этим компетенциям. Если у миддл-уровня нет стратегического мышления, но есть огромное количество образований оперативных, скорее всего, его не возьмут. То есть при прочих равных нужны люди, которые умеют мыслить стратегически. То есть у них вот эти шорки... Неординарный подход. Да, неординарный подход. Потому что на сегодняшний момент все вокруг настолько быстро изменяется, что мы не можем бассироваться только на одних и тех же знаниях, вот по одной и той же траектории двигаться. Поэтому со стратегией не так просто, как ее тренировать. Это для вас. Как ее тренировать? Попробуйте начать рисовать. Попробуйте, да, просто вот такой дизайн мышления, просто рисовать, даже если это абстракция, не обязательно что-то конкретное. Ну, очень многие, да, на планерках начинают рисовать. На самом деле это хороший показатель. Хороший показатель, что открывается некая стратегия, но плохой показатель, значит, не очень они слушают, что там на планерке происходит, да, они переключились на другой, с оперативки на стратегию. Но тут больше вопрос к спикеру, чего он там такое вещает, что его неинтересно слушать. Принцип понятен. Стратегия легко, в общем-то, открывается. Ну, я говорю, конечно, легко, но не тяжело. Легко открывается через коуч-сессии. То есть как руководители вы можете пользоваться услугами коуча и поработать именно над стратегическим мышлением. Тоже как вариант. Но это уже, естественно, за деньги. Порисовать вы можете бесплатно. Ну, краски купить там, не так много это денег. Да, да. Что еще? Это способность критически смотреть на бизнес и на себя. Вот трезвая оценка личных, сильных и слабых сторон. Потому что иначе я возвращаюсь, да, к первому блоку про лидерство. Если ты знаешь свои сильные и слабые стороны и слабые и сильные стороны компании, это позволяет тебе выбрать правильное направление развития. Своего в том числе. Кого взять под собой. Либо что-то автоматизировать, либо еще какие-то принятые решения для того, чтобы двигаться более успешно. И я могу сказать, что вот эта способность критически смотреть на себя, что ты где-то не успеваешь. Где-то кто-то говорит, я вот там рос. Вы знаете, я смотрю всегда на резюме, какие это были года. Ну, я всю жизнь в бизнесе, и поэтому я знаю года спадов, падений и так далее. Есть статистика, тут даже далеко ходить не нужно. Но когда я смотрю на человека, который говорит, что он рос в определенные периоды, ну, например, перед кризисами, то вообще не показатель, что он рос. И он считает, что это сильная сторона. Ты покажи, как ты в кризис рос. Потому что когда люди говорят, я вот тут лучше, я вот тут лучше, я вот тут лучше, покажи мне, как ты двигался в кризис. В свое время один из моих руководителей сказал такую метафору нам. Это был 2008 кризис, 2008 года. И он говорил, представьте, что вы на эскалаторе. И вы встаете на ступеньку на эскалаторе. И вы никуда не двигаетесь. А эскалатор вас вытягивает все равно вверх. Медленно, но вверх. Вот так происходит в любом бизнесе, когда у вас не кризис. И когда не кризис, получается, что у вас этот эскалатор все равно двигается вверх. То есть вы ничего не делаете, лапами даже не шевелите, а все равно вас вытягивает вверх. И когда мы видим, что человек хвастается, да, и говорит, я вот такой хороший. Безусловно, ты хороший. Но рынок рос на 30%, например. И ты вырос на 30%. Ты, по сути, лапами, может быть, и вообще не шевелил. И это не твоя заслуга, просто тебя вытащил рынок. А вот если кризис, эскалатор движется вниз, вы когда-нибудь пробовали, вот вы, взрослые люди, пробовали остаться хотя бы на одном и том же уровне, например, на третьей, четвертой ступеньке на эскалаторе, который движется вниз. Пробовали? Такой цели не было. Цели не было. Вот после семинара, видимо, пойдем в метро и будем смотреть, как... Да, не, ломать эскалатор не нужно. Так вот, на самом деле, для того, чтобы в кризис остаться хотя бы на том же самом уровне, то есть те же самые показатели, вам придется лапками бить, как та лягушка, которая взбивала молоко в масло. И вот когда вы делаете, например, свод-анализ, сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, когда вы говорите по факту, что у вас сильная сторона, что вы даже в кризис включаете лидерство, что вы умеете ввести людей, даже когда вокруг все плохо, вот это дорогого стоит. У нас, по-моему, страна из кризиса особо и не выходит, поэтому у вас есть хорошая возможность сейчас поразвивать это дело, да, и показать себе, показать другим, что вы на это способны. Очень критично, касаемо свод-анализа, посмотрите на ту отрасль. Если вы умеете, так скажем, считывать ту информацию, да, может быть, вам в помощь, там, маркетологи будут, да, какие-то исследования, это поможет вам тоже двигаться и направлять свое подразделение, департамент, а может быть, даже компанию туда, куда смотрит рынок, а не просто выдавать. Ну, я сейчас как пример приведу, и почему это, опять же, в контексте день успешного руководителя, хуже нет, когда топы считают, что и так все хорошо. Ну, вот мы делали, мы так сто лет делали, и будем продолжать так сто лет делать. Но, если под тобой очень хороший руководитель, звезда, может быть, да, компетентный руководитель под тобой, и он мониторит рынок, вы думаете, он не понимает, что компания идет не туда? Он все прекрасно понимает. И, скорее всего, есть очень большой риск, что этот человек от вас уйдет и уведет еще часть людей от вас. Поэтому, если вы не будете транслировать, что вы осознаете, что вы что-то делаете, что внешний мир меняется, и компания будет меняться, то, на самом деле, вы, скорее всего, потеряете. Не будут под вами звезды работать, если вы, ну, по сути, не следите за рынком. Потому что любая звезда, она оценивает вас как? Какая добавленная стоимость мне, например, от вас? Если, хуже нет, вот кто-нибудь из вас работал под руководителями, которых вы считали менее компетентными? Лезь рук, лезь рук, аж страшно с кому-то. Так вот, на самом деле, это самое демотивирующее, когда ты понимаешь, что твой руководитель не тянет уже эту индустрию, не тянет, например, эту позицию. А тебе, как звезде, может быть, вы не обоснованно себя считали, может быть, и такое, но в любом случае это демотивация, никому не хочется. Поэтому, если вы хотите сохранять звезд, ребят, вам нужно критически смотреть на себя, понимать, что у вас сильное, что у вас слабое. Развивать нужно какие стороны? Слабые. Слабые. Так, еще варианты. Усиливаются те стороны, которые уже хорошо развиты. Слабые надо делегировать. Ну, смотрите, не бывает человека, у которого нет слабых звезд. Их нужно знать и найти себе в дубль человека, у которого это, наоборот, сильные стороны, как я вам говорила, пазлики сделать. И вот тогда это будет хороший тандем. Потому что развивать слабые стороны, бесконечно не обращать внимания на сильные стороны, это будет жуткая демотивация. Ну, например, знаете, как я, у меня есть разные образования, включая музыкальное, но я ужасный художник. И вот мне там можно бесконечно сидеть, развивать, я кучу времени потрачу, но вот вряд ли я стану каким-нибудь там художником. Вот я и сама в это не верю. И смысл мне это долгое время развивать, забросить все остальное. На сильных сторонах мы вылазим. Сильные стороны, они говорят о том, что я это умею, это хорошо мотивирует. Поэтому ориентируйтесь на свои сильные стороны. Слабые стороны передавайте тем людям, которые под вами. Но тогда их нужно рекрутировать, соответственно, чтобы у них изначально это были сильные стороны. Ой, еще один важный момент, это способность работы с командой. В сентябре месяце прошлого года Google и Microsoft отменили для HR-департамента высшее образование как основное требование к сыскателям. На первое место, знаете, что встало? По каким критериям? Креативность и командность. Ну, то есть все, что касается коммуникаций. Дело в том, что у них есть хороший внутренний корпоративный университет, и те базовые навыки, которые в университете проходят, они это проходят гораздо быстрее, потому что вот уже на местах, да, то есть они взяли на себя этот пункт обучения. А вот эти навыки, которые касаются коммуникации, потому что сейчас в основном все делается в проектном менеджменте, да, и люди должны уметь не тихо сам с собой что-то делать, да, работать в команде, уметь коммуницировать, и нестандартное мышление, это вот креативность. Но если вышестоящий руководитель этим не обладает, вопрос, будет ли под ним работать такие люди. Они же будут друг друга не понимать, потому что один за креатив, а другой вообще про это не понимает ничего. И на самом деле сейчас все больше и больше уделяется времени именно работе с командой. Это распознавание, это психология управления людьми, управление, ну даже людьми, грубо очень сказала, сори, управление, наверное, эмоциональным статусом больше этих людей, потому что чем больше людей находится в ресурсе, то есть они в состоянии сейчас работу выполнять, тем лучше. Кто за этим должен следить? Опять же руководитель. А вы, как, например, миддл уровень или высший уровень, вы должны следить за тем, что под вами, например, руководитель структурного подразделения, он в том состоянии, чтобы повлиять на исполнителей. Вот вам кейс, который я даже сегодня рассказывала. Топ-менеджерский состав, который на планерке вызывает миддл уровень среднего звена руководителей, и просто нецензурной бранью, но вот в итоге эта планерка заканчивается каждый раз такими словами, пошли вон отсюда, все вы такие-сякие. Не, он их не увольняет, он просто каждый раз их унижает. Вопрос. Какая практическая польза с такого руководителя? Ну, давайте представим, вот, ну, не дай бог, конечно, да, но вот мы попали к такому руководителю. Мы будем звездами. Безусловно, это будет демотиватор. Представьте, нам нужно прийти к своим сотрудникам и замотивировать их, чтобы они работали полно. Ну, я не знаю, это, видимо, нужно какую-то специальную таблетку выпить, чтобы тебе резко вдруг вот так вот настроение улучшилось. Есть такие таблетки. Психиатру, так ли, да, чтобы таблетки выписали. Вот как-то я не хочу доводить до этого. Поэтому я всегда вопрос к руководителям высшего звена. Какой цель-то добиваетесь такими планерками? Как вы управляете командой? Вы решили, что если вы ему так вот понизите самооценку, наорете на них, там, не знаю, не дай бог, какой-то нецензурный правильный, у них что, улучшится, в общем-то, настроение, они лучше работать начинают? Доказано нейрофизиологам. У нас мозг не может созидать и разрушать одновременно. Они либо разрушают, либо созидают. Вот не бывает и того, и другого. Поэтому если нужно, чтобы все-таки мы созидали, то тогда никакого формата, что мы людей как-то принижаем, не должно быть. Коммуникативные навыки. Это основной наш инструмент, как руководители. И вам нужно научить нежестоящего руководителя коммуницировать, разговаривать, какие правила коммуникации. Вот сегодня только на курсе говорил о том, что не учат ни в школе, ни в университете вести переговоры. А потом человек приходит на работу, ему говорят, ты умеешь коммуницировать? А откуда он должен уметь? У меня всегда этот вопрос. Где он должен уметь? Поэтому все хотят с опытом. Получается, опыт-то нужен не в конкретно физике, в математике или в химии, то, чему он обучался. Нужно в коммуникации. Поэтому, если вы даже берете руководителя под собой, который не умеет коммуницировать, это не означает, что вы не сможете его научить. Всему можно научиться. Вот реально всему. Другой вопрос, что вы должны целенаправленно для себя выбрать тогда эту идею, что вы садитесь и учите его. Или вы его посылаете на курсы целенаправленно. На тренинги, не знаю, еще какие-то вариации, которые будут очень важны. Эмоциональный интеллект. Сюда же входит, потому что это тоже про коммуникации. Что такое эмоциональный интеллект, знаете? Когда ты продолжаешься в любой ситуации, в любом случае, когда умеешь правильно контролировать. Когда ты умеешь контролировать, да, смотрите. Эмоциональный интеллект состоит из четырех столбов. Или столбов. Первый уровень – это осознание своего эмоционального статуса. Первый шаг. Второй шаг – это влияние на свой эмоциональный статус. Возьмем ту же планерку. Ты осознал, что ты сегодня не в ресурсе. Голова болит, не знаю, еще что-нибудь. Как на это повлиять? То есть вы должны уметь влиять на свой эмоциональный статус. Следующий уровень – это распознавание эмоционального статуса других людей. И четвертый уровень – это влияние на эмоциональный статус других людей. Основная функция руководителя. То есть мы повлияли на человека, и он пошел и сделал. Вот посмотрите, если у вас с этим есть определенные сложности, потому что когда мне говорят, я на любого могу повлиять, но на себя не могу. Так не бывает, ребят. Если вы с собой не разобрались, вы не можете влиять на других. Это физически невозможно. Поэтому… Поэтому эмоциональный интеллект – это тоже та тема, которую вы, в общем-то, должны отслеживать у себя. И у своих сотрудников, я имею в виду, у подчиненных руководителей. Что еще? Ну, в общем и целом, это еще и вовлеченность, заинтересованность, успехи компании. Коллеги, не забывайте, что вам, как руководителям, платят деньги за успех. Не просто так. Неважно, в госкорпорации вы работаете или в коммерческой организации, вообще не имеет никакого значения. В уставе любой компании написано, что компания создана для того, чтобы получать прибыль. И каждый человек, а уж тем более миддл-уровень или топ-менеджерский состав, это его прямая обязанность организовать процесс таким образом, чтобы это приносило прибыль. И если говорить о руководящем составе, вот любой учредитель ждет от топ и миддл-уровня руководителей, чтобы все относились к бизнесу, как будто это их родной, вот как к своему родному. Были готовы погружаться не только в свой проект, но и, например, в соседний. Но и быть вовлеченным. Я сейчас как пример приведу такой из практики, возможно, будет понятнее. Ты работаешь на каком-то предприятии и есть четко прописаны корпоративные ценности. Ну, например, там клиентоориентированность. Или, например, что мы там все здороваемся друг с другом. Есть у кого-нибудь такие корпоративные ценности, здороваться друг с другом хотя бы? Нет? Прописанных нет. Жаль. Надо прописывать. И, например, все здороваются в вашем отделе. Вы в своем добились, что все хорошо. А в соседнем этого нет. Ваши действия? Ну и что? Ну, это в соседний отдел, он вас не касается. Господи. Вот они не здороваются. Что вы будете делать? А как вы будете? Вы сейчас потратите свое рабочее время, пойдете у них там проводить психологическую сессию? Что это вы не здороваетесь? На чай их пригласить. На чай их пригласить. На лоб, что сама диспоченность может быть. На своем примере, да. На самом деле, начните просто, не нужно разбираться, почему. Если есть корпоративные ценности, они прописаны, будьте любезны все их выполнять. Поэтому просто начните с себя. Вот элементарно, и многие говорят, ой, у нас вот кто-то здоровается, а кто-то нет. Я говорю, а вы заходите в лифт и просто поздоровайтесь со всеми людьми, которые есть. Это не так тяжело, даже если вы их никогда в жизни не видели. Начните с себя. Это опять воспитание себя. Почему все ждут, когда с вами что-то должно происходить? Если вы руководитель мидов среднего уровня, с себя начните. Если вы этого не делаете, не будете все остальные делать. Вы просто запомните это. И когда вы сами вовлечены, вы горите, ниже стоящие тоже будут гореть. Если вы сами просто работаете от звонка до звонка и вообще потом хоть пожар, или, ой, мне там это неинтересно, подумаешь, они там вот не здороваются, подумаешь, они там клиентов оскорбляют. Ну, это их сложности. Моя хата с краю, ничего не знаю. Вот такие руководители очень редко делают карьеру. Очень редко. Поверьте, чтобы выбрать, чтобы под тобой руководитель приходил и к тебе что-то говорил, ну, например, там спрашивал совета, да, или говорил, слушай, а почему там вот в соседнем отделе, ну, вот они себя как-то вот ведут не так, не согласно корпоративным ценностям. Он придет, знаете, в каком случае к вам? Если вы сами к вышестоящему ходите. Если вы сами считаете, что к вышестоящему нельзя ходить, еще это и транслируете своему ниже стоящему руководителю, он к вам тоже не будет ходить. Потому что он будет понимать, что это такие правила, как в японской компании, снизу вверх нельзя. Это же тоже ценности. Ну, и еще важный момент, это открытость. Это постоянно расширять свою метапрограмму. Метапрограмма – это определенные ценности. И в данном случае я бы хотела сказать, что речь идет о готовности постоянно учиться. Воспринимать новые практики, не действовать по каким-то постоянным шаблонам и там просто базируется на предыдущем опыте. Запомните, что будущее не равно прошлому. И то, чем вы сейчас занимаетесь, от этого будет зависеть ваше будущее. На сегодняшний момент очень быстро все изменяется. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы можем базироваться на какой-то старой информации, она сейчас работает, это не показатель. То есть то, что было в 2008 году и то, что сейчас там 10 лет прошло, это тоже небо и земля. Я в 2008 году моталась по командировкам постоянно, а сейчас в этом нет никакого смысла. Есть все видеоконференции, есть CRM-система, ERP-система и так далее. То есть все автоматизировано. Этого не было еще в 2008 году, ну повсеместно я имею в виду. Сейчас это у многих уже есть. И понятие, ты мне когда отчет пришлешь? Я уже забыла эту фразу даже. Зачем его присылать? Он есть в ERP-системе. Ты выгружаешь в любой момент, когда тебе нужно. Правда, я удивляюсь, почему все до сих пор Excel учат. Я его учила в 2000 году. Все до сих пор его учат. Ну, видимо, не везде есть еще автоматизация. Поэтому, чем шире у вас ваша метапрограмма, ваша метапрограмма – это наши стереотипы. Чем шире они, тем проще вам управлять. Тем проще вам брать под себя тех людей, которые действительно смогут управлять исполнителями на высочайшем уровне. Как я подозвану. Да, да, да. Принцип понятен? Ну и как же результативно-то взаимодействовать с этими звездами, руководителями, когда, если вы уже даже их нашли, может быть, захантили, может быть, как-то воспитали? Это понятие их ценности. Дело в том, что ценности – это верхушка. Верхушка менеджмента. И эволюция управления выглядит таким образом. То есть задание – это, по сути, управление исполнителем. Вот тебе задание, не знаю, покрась стул. Все. Зачем его красить? Почему теперь он не синий-зеленый должен быть? Вы не просвещаете. Просто покрась и все. Дальше – это управление уже процессами. Часто на производственные какие-то процессы. То есть человек управляет целыми процессами. Потом управление по целям, KPI. А затем уже управление по ценностям. Вот у вас сейчас какие, какая с точки зрения эволюции, на какой вы ступенечке? Чем у вас управляют? Только не говорите, что на первой. Пинками? Здесь нет такого блока. Пинками. Заданиями и процессами. Процессами. Да? То есть до KPI еще не доросли. Ну, у нас откат от западного менеджмента лет на 30. На KPI уже больше, наверное, в 5-6-6 лет. Да? Да, он сказал тоже. Через задания до процессов не доросли. Коллеги, я искренне надеюсь, да, что те люди, которые к нам приходят, уж по крайней мере ко мне точно, на руководитель структурного подразделения среднего и высшего звена, иммунальный интеллект, огромный пласт курсов и тренингов, я сегодня получила огромную кучу, можно сказать, обратной связи, позитивной, что то, что я преподаю, то, что я даю, люди уже внедрили некоторые, может быть, не на все 100%, и такие движухи начались. Вот реально движухи в плане заработка, в плане прибыли, в плане того, что текучка персонала сокращается и так далее. Пожалуйста, на самом деле я не говорю какие-то сложности, но это нужно делать. И иногда говорят, так все просто. Я говорю, вот знаете, мы часто знаем, но не делаем. Это как профилактика. Профилактикой просто заниматься. Например, раз в полгода сходить к стоматологу. Тяжело? Да что-то тяжелого-то. Да только почему-то не делаем. Мы очень любим срезать углы, мы любим не по инструкции действовать. Ребята, ну за нас все придумали, не надо придумывать велосипед. Просто иначе мы будем каждый раз. На придумывание у нас очень много времени уходит. Если я, к примеру, в Китай привожу. Ребятки ничего не придумывают. Просто взяли и точно дотошно копируют. Копи-паст, да, и делают это просто дешевле из-за того, что не тратят время на какие-то... Это не означает, что они вообще не тратят время на исследования. То есть просто есть люди, которые делают копи-паст, а есть люди, которые там это все-таки дорабатывают. Поэтому некоторые вещи не надо придумывать. В менеджменте есть эта наука. Наука об управлении. И многие вещи, они уже заранее, далеко исследования проводились, огромное количество. Это все известно. Не придумайте велосипед. И на самом деле легко перейти от заданий к целям, управления по целям. Потому что есть даже отдельный курс «Система сблоцированных показателей разработки KPI». Но вернусь к ценностям. Как хотите, но я же хочу, чтобы в нашей стране прям вот верх менеджмента было. Поэтому, несмотря на то, что у кого-то еще задание, я бы хотела поговорить про ценности. Потому что ценности – это драйверы поступков. Ценности как раз руководят поступками людей. То есть в зависимости от ценностей мы будем понимать, куда компания... Потому что любая компания, любая организация – это люди. Это не бренд, да, что такое бренд? Это просто вот логотип какой-то. Но за этой, за компанией кто стоит? Люди. И когда говорят, вот эта компания крутая, в ней хорошо, там, значит, люди такие. То есть когда я говорю слово «компания», это равно «люди». Она не сама по себе живет. Это люди эти ценности транслируют. И вот у кого какие ценности бывают? На самом деле есть, и мы в курсе руководителей среднего и высшего звена очень подробно разбираем. Здесь я только прям чуть-чуть коснусь. Спиральной динамики. Авторство Грейс, Лалу, Пекарь. Там еще и есть ряд авторов. Я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели именно на графу ценности. Да, вот это среднее. И все начинается снизу. Сначала ценности инстинкта. Но для руководителей, например, уже среднего и высшего звена, скорее всего, этих ценностей не будет. То есть на инстинктах это уже просто выжить. Они уже прошли этот этап. Это обычно только начинающие, сотрудники. Но вы должны это тоже понимать, кто под вами, какие у них ценности. То есть там будут базовые потребности, как по пирамиде Маслоу. Это потребности покушать. Это потребности на защиту. Дальше уже безопасность. Тут уже нам нужен оклад, например, для людей, у которых не покрыта эта ценность. Для них будет очень важен оклад. Они вам про оклад будут больше всего времени задавать вопросов на собеседование. У кого-то эта ценность будет власть и сила. Власть, в прямом смысле слова, погоны. Ну, возьмите, например, армию тоже. То есть я здесь просто сильнее. У кого-то это будут ценности, порядок и закон. Это, например, все госорганы, государственная власть, суды. То есть у нас медицина, образование. Это все такой синий уровень, это порядок и закон. Оранжевый уровень. Успех, драйв. У кого какой логотип. Первое же спрашивают, например, оранжевый. А ты на какой машине ездишь? То есть важен логотип. А сумочка у тебя какого бренда? А еще у тебя там какого бренда? А ручка у тебя какого? А телефон? Да, то есть вот мы хватаемся. Это как раз престиж, да, это оранжевый уровень. Зеленый – это уже несколько поспокойнее люди, отношения. Это прям как Greenpeace, да. Там важно, чтобы экология была, экологические отношения между людьми. Желтый – это развитие гибкости, индивидуальный подход. Ноу-хау все, IT-технологии – это желтый уровень. Ну, возьмите там тот же Яндекс, да, он как раз желтого цвета. Очень часто компании выбирают, кстати, логотипы, сходя из спиральной динамики. И бирюзовы – это равновесие, единение, самообучающаяся и самоорганизующаяся организация. Извините за тавтологию, но это именно так и звучит. Бирюзовы организации, возможно, даже слышали. Герман Греф из Сбербанка делает бирюзовую организацию. И это не быстрый процесс, ну, то есть это не одним днем, что там раз, так вот галку поставил и все сделал. Киви делает тоже бирюзовую организацию. Вкус Вилл, они сейчас зеленые, но цель бирюзовой организации. Просто огромное количество компаний, которые в России, российские причем, задача дойти вот до этого бирюзового уровня. Ребят, вот все, что я говорила до этого слайда, все вот эти пункты – высокий эмоциональный интеллект, коммуникации, креативность, стратегическое мышление, коммуникации, что не сверху вниз, да, вот ты ко мне три раза постучи, один раз в месяц прием по личным вопросам, три раза постучи, не знаю, кущу, скажи, да, что-то такое, тогда только я тебя приму. Это точно не про бирюзовую организацию. И вот когда вы сначала распознаете себя, а мы на курсе как раз делаем тест, и вы сможете распознать, а кто вы, на каком вы уровне, потому что это утопия. Если вы сами на красном уровне, никакой бирюзовой организации вы не построите. И под вами бирюзовый руководитель никогда не сможет работать, потому что вы разные по ценностям. То есть это некий закон, который говорит о том, что вышестоящее звено по ценностям должно быть выше, ниже стоящих хотя бы на полуровну. Только в этом случае у вас будет хорошая команда, поэтому развиваться нужно всем. Если вы не вместе, то есть вы посылаете, например, людей учиться, а сами не учитесь, не сможете ими управлять. Потому что они могут уйти выше по уровням, по ценностям, и вы не будете сходиться. Вообще никак. И вы не сможете ими управлять. Принцип понятен? А можете сейчас просто вот себя даже без теста, то же действие, какие у вас ценности? В первую очередь сюда идут, в первую очередь, это семья, это хобби, это увлечение. Но если говорить о том, что мы здесь сейчас, в любом случае, это работа, это хобби, это своя какой-то вид деятельности. Вот по этой шкале ценностей я имею в виду. Несколько может быть. Несколько может быть, но какой верхний самый у вас? Это всегда люди отношениями, кажется, все равно. А каждая степень должна быть пройдена? То-то и оно, что в спиральной динамике каждая ступень должна быть пройдена. Вы не можете перепрыгнуть одну ступень через другую. Если для вас семья, отношения, это фиолетовый уровень, у россиян он очень сильный. И поэтому просто давайте подумаем. Вот вы руководители. Вот, например, у вас фиолетовый уровень. Семья, важно, как там дети. То есть вот все такие семейные отношения наверняка у вас будут такой вот, там на день рождения кто-нибудь напечет пирожок, они просто даже его купят, да, принесут в компанию. И вы берете человека под собой, звезду руководителя, который, например, оранжевый. Ему ваши пирожки вообще ни разу не нужны. Ему ваш патернализм, это отцовская забота, тоже не нужны. Ему нужно управление по целям, а вы ему управление по задачам. Вы никогда с ним не справитесь, если сами не начнете развиваться. Понимаете, вы будете говорить, мы же семья, ты помоги Коленьке. Вот если я как оранжевый буду сейчас говорить, мне плевать на вашего Коленьку. Это другой отдел, у меня есть свои показатели, вот я это сделал, вот это получил. А если Коленька, извините, некомпетентен, угоняйте, выгоняйте его. Вот я на курсе руководитель структурного подразделения даю кейс, где там один из руководителей не тянет, явно слабый, самые худшие результаты. И он еще и племянник генерального директора. И что с ним делать? И вот от того, как вы решаете кейс, а у меня львиная доля людей решает его, надо его выгнать. Только не знаем как, но надо выгнать. Он же племянник, это серьезный разговор, как же сказать генеральному директору, что твой племянник вообще не тянет. А вот генеральный директор без глаз. Вот то-то и оно, что уже вот этот вот показатель, он уже будет деструктировать саму компанию. А какое правильное решение? Нужно коммуницировать с генеральным директором, обозначить, что есть, просто есть сотрудник, вот есть результаты, прям можно без фамилии убираем. Есть результаты, что мы делаем состоющее. Например, мы его научили, мы его там уже, не знаю, холили-ли-ли-ли, а все равно нет. И без персонали. Если сам директор, например, выше, чем фиолетовый уровень, тогда вы сможете конструктивно говорить, ну, например, это какой-нибудь уже будет оранжевый уровень, то тогда он скажет, ну, он как работает, так и получает. Ну, то есть он не будет получать столько же, как и все остальные. А вот если это семейный уровень фиолетовый, он скажет, ну, знаете, у нас нет, мы же не можем уволить ребенка, да, вот он, неважно, сын или дочь, они же всегда ваши, неважно, как они учатся, вы всегда их принимаете. И вот в семейных компаниях здесь будет проблематика с тем, что всем будут платить, потому что и все будут работать, уволить нельзя. Если вы работаете в компании фиолетовый, ну, сами оранжевый уровень, то вы не сможете там долго проработать. Это просто будет претить. И когда вы берете под собой руководителя, вы тоже должны понимать, какого цвета ваши ценности, какого цвета ценности вашей компании и кого вам нужно брать на работу. Как бы вы, в общем-то, не хотели что-то поменять, но если он сильнее вас по ценностям, я имею в виду, выше, да, вы еще не прокачали эти ценности, то будет очень тяжело управлять. Можно сказать, даже невозможно управлять. Вопрос. Я правильно поняла, что если директор, он же собственник, стоять на фиолетовом уровне, убеждение через показатели результата работы невозможно. Светлана, практически так оно и есть. Сколько я сталкивалась, то есть, как же я могу оценивать там, это же вот мы вместе, вот этот семейный уровень, как же так. И когда ты даже говоришь про КПИ, что это вот хорошо, да, и бизнес семейный, такое часто бывает. Если сам руководитель, бизнес-то может остаться семейный, но если руководитель мозгами доходит, что нужно все-таки по справедливости, что кто больше делает, тому больше платим, кто больше приносит прибыль, тому больше платим, только в этом случае, а не то, что он там сват, брат или еще кто-то, только в этом случае вам удастся это сделать. То есть это не означает, что мы клеймо на всех семейных бизнесах делаем. Это просто означает, что мы смотрим на руководителя. Ну что, коллеги, и, в общем-то, более подробную эту тему, прям вот подробно с точки зрения управления, подробно с точки зрения, как выбрать, как понять по ценностям, потому что это сейчас верх пирамиды менеджмента, и если вы это знаете, например, в очень серьезной компании, там часто очень спрашивают, я же тоже периодически на собеседование хожу, ну и чтобы просто навыки не терять, и когда ты говоришь, хорошо, скажите по спиральной динамике, какого уровня ваша компания, ко мне сразу же проявляется интерес, а вы знаете спиральную динамику? Я говорю, конечно, знаю, но вот мы вот такие, я говорю, хорошо, тогда у вас есть вот это, вот это, нет, этого еще пока нет, я говорю, значит, вы еще не такие, а вы знаете, как достичь? Ребят, ну это ваши компетенции, просто это сейчас такая тема, которую, если вы знаете, вы повышаете себе ценность на рынке. Поэтому welcome на курс, который уже буквально начнется 2 марта, руководитель среднего высшего звена, где мы будем разбирать, как управлять управленцами, как стратегировать даже немножко, кое-какие вещи сделаем, да, такой групповой коучинг даже будет внутри, и это даст вам, в первую очередь, наверное, компетенции себя, как руководителя среднего высшего звена, и четкое понимание, кто под тобой, что сделать с собой, еще раз говорю, сначала про себя. Есть подготовка, да, он 32 часа академически, получается 4 выходных у нас будет по занятиям.